книга открытым оком тема старообрядцы том 3 вопрос 1132 на стоглавом соборе было запрещено молиться тремя перстами следовательно если мы признаем этот собор значит нужно молиться двумя перстами а если не признаем то как же расценивать решение этого собора не соглашаться с ним отвечая игнатий тихонович лапкин пусть нас не смущает слово собор абсолютное большинство его участников это безмолвные фигуранты и как правило заправляют всем 12 человека председательствующим на этом соборе был иван грозный правда еще совсем юный я много лет занимался канонами соборов правилами по разным изданиям переводом и даже делал сам перевод делая сравнение решений вселенских и поместных соборов со стоглавом собором приходится сделать заключение что вопросы которые поднимались на нем были месть местнического характера и никак не касались глобального если впервые читаешь решения соборов то создается впечатление что участники его совершенно не нуждались в библии не верили в нее и не знали ее речь шла только о том как предать благочестие тому что уже было богослужению порядку монастыря как устранить дикие суеверия волхвовали прямо в алтаре рубашку в которой родился ребенок клали на престол так поступать как поступать с пьяными дерущимися до крови попами с теми кто шатался по базару с иконами шло страшное мошенничество говорили о наказании работников цирка о льготах богатым монахом разрешалось иметь 46 сортов кваса иначе сказать собор марафетил покойника авторитет библии был на на нуле за основу брали только то что принесли греки тысячи греки в девятьсот восемьдесят восьмом году нужно поверить трудно поверить читая деяния собора что его участники серьезно надеялись поправить положение в стране на полном серьезе вносят решение о том что нужно молиться то есть совершать крестное знамение только двумя перстами и это только потому что так молился сам христос сегодня старообрядцы так и утверждают что при вознесении христос благословил двумя перстами история сохранила нам случае когда соборы последующие провозглашали что бывший до них собор был просто разбойничий а значит в уста всех его участников вошел духа лжи решение что глава собора не нужно было отвергать никону а держаться их но ввести авторитет библии прямо против священного писания нет ни слова ни в одной главе но ни в одной главе это все таки авторитетный собор для русской церкви и никон не имел никакого ни морального ни юридического права прикасаться к его решения последующие соборы должны были обратить свое внимание на образование народа на переводы библии на русский язык реформа никона была краткой крайне зловредной и ненужной а молиться двумя или тремя перстами не имеет абсолютно никакого значения ибо в житиях святых находим что святые молились совершен совершали крестное знамение и двумя и тремя перстами